Депутат Джамалов рассказал о расчетах, которые приведены в пояснительной записке Кабмина к новому уточненному бюджету на текущий год, то есть от официальной данной. Так вот, из-за падения цен на нефть, по оценке парламентария в ближайшие годы, изъятие из нацфонда неизбежно увеличится. По предварительным расчетам до 15 миллиардов долларов. При такой скорости изъятия активы национального фонда могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года. На заседании Совета безопасности 24 апреля этого года Ельбаса отметил, цитирую, «Национальный фонд не беспредельный, надо его использовать экономно и в крайних случаях». Жамалов полагает, что для сохранения нацфонда уже сейчас необходимо серьезно урезать рост бюджетных расходов. Данный кризис, как вырезался Мажлисмен, однозначно будет затяжным и заливать деньгами экономику все это время не получится. Поэтому, с его слов, сегодня необходимо срочно, взамен бюджетного финансирования, восстановить роль банковского кредитования в экономике. Иначе Кабмин будет раздавать деньги нацфонда крупным компаниям. Социальные расходы составляют всего 55% бюджета. Остальные расходы направлены на содержание государственного аппарата и другие несоциальные расходы. В условиях спада экономики у правительства будет соблазнен в качестве антикризисных мер увеличить инвестиции в льготное государственное финансирование бизнеса через различные программы, как это было в прошлые годы. На практике, поскольку бюджетные ресурсы ограничены, все это оборачивается поддержкой небольшой группы избранных компаний. Мажлисмен Перуашев выразил схожее мнение. Как сообщалось ранее, чтобы избежать сокращения людей и их зарплат во время кризиса, формируется реестр системы образующих компаний, которым будет оказана соответствующая поддержка. По словам депутата, это поручение президента Министерства экономики растолковало по-своему и включило в список не малый бизнес, а монополистов. Почему в реестр не попало ни одно предприятие сельского хозяйства и сельских госпереработки, ни одно предприятие по производству продуктов питания, одежды, детских, медицинских и гигиенических товаров, то есть полностью отсутствуют производители товаров первой необходимости. Проект реестра демонстрирует отсутствие комплексного понимания экономических процессов у профильного министерства. По факту, это скорее список отраслевых монополистов, причем за минусы их конкурентов. Оба депутата солидарны в одном. Бизнесу нужны длинные и дешевые деньги, и вместо такой помощи Нацбанк во время кризиса почему-то повысил ставку. Моржелесмены полагают, что банковское кредитование должно стать доступным без всяких субсидий из бюджета. Депутаты считают, что сегодня размер ставки Нацбанка влияет только на доходы банков от размещения свободных денег в ноты Нацбанка. Поэтому целесообразно начать поэтапное снижение базовой ставки. Боурженший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро ТДК-42.